Друзья, всем добрый-добрый вечер! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Друзья, сегодня у нас прямой эфир, и сегодня мы с вами говорим эфирем прям про отношения с нарциссами. Отношения с нарциссами, какие они бывают, и как себе помогать, если в этих друзья отношениях есть нарцисс и есть человек, который находится в этих отношениях. Сложно ли, можно ли, возможно ли, реально ли, сейчас с вами разберем и по полочкам разложим ту ситуацию, в которой вы, может быть, находитесь. Друзья, ситуация с нарциссом, как ее интерпретировать? Если в ваших отношениях есть человек, который управляет, который подавляет, который забирает на себя энергию, который не дает жить, то, соответственно, вы находитесь во власти этого человека. Можно ли изменить ситуацию? Можно ли снять данную проблематику и выстроить такие отношения с собой, которые будут действительно отражать вас? Действительно, я рекомендую тем людям, у которых есть проблемы с нарциссами, обратить внимание на то, как они общаются с этими людьми, как они их подавляют и как их жизнь меняется из-за того, что нарцисс является ведущим, именно ведущим в моменты того, как все это у вас происходит. Нарциссы полностью приводят человека к увяданию. Друзья, вот у меня сразу к вам вопрос. Если вы общаетесь, если у вас есть отношения с таким человеком, то как вы представляете свою жизнь в дальнейшем? Вы представляете совместный рост, совместное развитие? Что вы представляете дальше? Как вы понимаете, вы будете реализовывать свою жизнь? Нарцисс так и будет. У вас отнимать энергию, отнимать время, отнимать внимание и не давать возможности вам восстанавливаться. У меня вопрос. Хотите ли вы быть дальше в таких отношениях, либо вы хотите из них выйти? Если вы хотите из них выйти, то тогда что вам нужно делать для того, чтобы выйти из этих отношений? Первое, это нужно будет разобрать, к какой субличности вы относитесь, как у вас обстоят дела внешне с миром, и как вы реализуете свою жизнь, и как вы можете ее реализовывать без вхождения в созависимые отношения с человеком, который доставляет вам внутренний сильнейший, сильнейший, друзья, стресс.